Русская Германия. История в следах. Зелёная лесистая Бавария и пыльные, истощённые зноем степи Туркестана. Две территории, разделённые тысячами километров. Казалось бы, что может их связывать? В нашем случае это творчество выдающегося художника-баталиста Василия Верещагина. Именно в Мюнхене он создал серию своих знаменитых картин туркестанского цикла. Они написаны на основе личных впечатлений художника, полученных от поездки в Самарканд в 1868 году. Здесь он принял участие в боевых действиях. Будучи прапорщиком запаса, водил в атаку солдат против восставших местных жителей. И получил за это Орден Святого Георгия IV степени. В Баварию русский художник приехал в 1871 году и провёл там три года. Он отправился туда не только потому, что был хорошо наслышан о богатой художественной жизни Мюнхена. Верещагин непременно хотел творчески пообщаться там с двумя крупными художниками-баталистами того времени, обрусевшим немцем Александром Коцебу и баварцем Теодором Горшельтом. Александр Коцебу писал картины для царского двора. Он был сыном друга России Августа Коцебу, убитого по одной из версий немецким студентом-националистом за прорусскую деятельность. Горшельт провёл шесть лет на Кавказе. Его хорошо знали в русской армии, в походах которой он участвовал и написал о них несколько полотен. Горшельт, по словам Верещагина, оказал на него исключительное влияние своими рисунками и своим величайшим искусством. Художники подружились. Спустя короткое время Горшельт скончался и завещал своему русскому другу свою мастерскую. Потом Верещагин приобрёл себе ещё одну под Мюнхеном, где было хорошо работать на природе. В Мюнхене Верещагин написал картины «Богатый киргизский охотник с соколом», «У крепостной стены вошли», «Забытый», серию батальных сцен «Варвары», куда входит знаменитый апофеоз войны, на котором изображена пирамида из человеческих черепов. Работы, написанные в Баварии, принесли Верещагину европейскую известность после того, как были представлены на двух крупных выставках в Лондоне. Одна из них – персональная. В его работах война выглядела не парадно-романтичной, а драматично-кровавой, показанной так, как её видят не высокие военачальники, а простые воины, выполняющие трудную солдатскую работу. Журнал «The Illustrated London News» отмечал как особое достоинство то, что Верещагин писал на основе собственных впечатлений. Он был среди тех, кто подвергся атаке на полотне «Нападают врасплох». Он шёл вместе с отрядом, который оставил позади себя несчастного мёртвого солдата, чью плоть уже собираются клевать коршуны и вороны. Он проходил мимо пирамид из человеческих черепов, воздвигнутых Тимуром, как свидетельство его побед. Художник всю жизнь писал войну и погиб на войне. В марте 1904-го он был на броненосце Петропавловск, который подорвался на японской мине при обороне порта Артура и затонул. Во второй половине 19-го века многие русские художники принимали участие в мюнхенских международных художественных выставках, приезжали походить по мюнхенским музеям и пинокотекам. Сюда приезжали такие именитые представители русской художественной школы, как Борисов-Мусатов, Крамской, Коровин, Малявин, Рерих. Серов и Левитан были приняты в Сецессион – независимое объединение мюнхенских художников конца 19-го века, отвергавших консервативное официальное искусство. В рамках выставки, организованной этим сообществом, в Мюнхене видели и наполненную дачной свежестью картины Серова «Девочка с персиками», и деревенский пейзаж Коровина «Зимой», и наполненный солнечным светом весенний «Последний снег» Левитана. Широкой известностью в Европе пользовались Мюнхенская Королевская Академия Искусств и городские художественные школы-студии. На стажировку сюда приезжали и молодые русские художники, и маститые живописцы. Русские мастера почерпнули здесь немало полезного. Очень высоко оценивал мюнхенскую методику преподавания изобразительных искусств Илья Репин. Мюнхенскую Академию, писал он, можно считать образцовой и по системе, и даже по характеру. Хотя выставляться в Мюнхене почему-то не очень любил, тем не менее он горячо рекомендовал своим ученикам побывать в Мюнхене. По его совету в баварской столице оказались Марианна Веревкина, Репин называл ее гениальной, Алексей Явленский, Игорь Грабарь, Дмитрий Кордовский. В Германии Веревкину называли Марианны фон Веревкин, поскольку она происходила из аристократического рода и владела родовым имением, а значит, по немецким законам имела право на приставку фон. Немцы нередко называли ее баронессой. Русские художники занимались в очень популярной частной студии Антона Ашбе, талантливого преподавателя, который считал необходимым находить индивидуальный подход к каждому студенту. У Ашбе занимались также Петров Водкин, Кандинский и братья Бурлюки. Кандинский, правда, учился у Ашбе недолго, он продолжил обучение в Академии искусств. К удивлению русских художников, школа размещалась в бревенчатой избе, выстроенной в квази-русском стиле с петушками и резными наличниками. Построил дом художник Оскар Фрейверт Люцов, рожденный в России. А вот такие представители русской диаспоры, как Зиновий Гржебин и Мстислав Добужинский, учились в мастерской венгерского художника Шимона Холоши. Гржебин приобрел профессию графика-карикатуриста и впоследствии занялся издательской деятельностью в Берлине. Добужинский стал достаточно известен как художник городских пейзажей и критик, особенно в годы эмиграции. Во время учебы Гржебин прославился. Защищая честь одной из учениц школы, он вызвал на дуэль ее обидчика. Дрались на эспадронах. Победил Гржебин. Его еле оторвали от израненного противника, окатив холодной водой. В начале 20 века по инициативе Кандинского в Мюнхене появились художественные группы «Фаланга», «Новое мюнхенское художественное объединение» и «Синий всадник» – «Де Блауэрайта». В последнюю группу вошли русские и немецкие художники, близкие к зарождавшемуся тогда экспрессионизму с уклоном в абстракционизм. Помимо Кандинского, инициатором создания этого сообщества был немецкий живописец Франц Марк. Вместе с Кандинским и Марком творческое ядро «Всадника» составила Марианна Веревкина, Август Маке, Пауль Клей, Алексей Явленский и Габриэль Мюнтер, а также танцоры и музыканты. Название объединения родилось во время дружеской беседы. Кандинский любил рисовать всадников, Марк – лошадей, и оба любили синий цвет. Синего всадника можно по праву назвать символом пересечения художественных связей Германии и России, эпицентром которого стал Мюнхен. Сегодня Марианна Фомбюревкин, Василий Кандинский и Алексей Явленский считаются немецкими художниками. Их произведения входят в Золотой фонд немецкой живописи, рассказывал о немецкой волне президент Центра русской культуры в Мюнхене «Мир» Татьяна Лукина. Вполне можно говорить о формировании в первой декаде XX века в Мюнхене русской художественной диаспоры. Большинство ее представителей жили в богемном районе Швабинг, где, как правило, селились люди искусства. Поначалу члены сообщества «Синий всадник» собирались в Мюнхене в розовом салоне на квартире у Марианы Веревкиной и Алексея Явленского. Здесь бывали не только русские, но и немцы. Собравшиеся вели беседы об авангардизме, импрессионизме, символизме, экспрессионизме, фрейдизме, эзотеризме и прочих измах. Эти вечера были насыщены невероятной энергетикой. Я никогда не чувствовал такого напряжения. Центром, источником этого энергетического поля, которое ощущалось почти физически, была баронесса, грациозная женщина с черными глазами и полными яркими губами. Вспоминал позже историк Густав Пауль. Считается, что именно под влиянием Веревкиной в 1910 году Кандинский создал первую абстрактную акварель, которую часто называют первой абстрактной картиной в мире. Во всяком случае, Кандинский считается основателем абстракционизма. Со временем всадники перебрали в деревушку Мурнау-Амштафельзе под Мюнхеном. Там у Габриэля Мюнтер был трехэтажный дом, который вскоре получил название Русенхаус. Здесь проходили рабочие встречи, объединения и жили Кандинский с Мюнтер. Они были в гражданском браке, что вызывало определенное негодование местных жителей. В русском доме подолгу гостевали также Явленский с Веревкиной, которые, однако, так и не стали по-настоящему мужем и женой. Веревкина решила хранить целомудрие, чтобы сохранить силы для поддержки гения Явленского в его творчестве. И тому пришлось завести любовницу. Ей стала несовершеннолетняя воспитанница и служанка Марианны Веревкиной Елена Незнакомого. Она родила Явленскому сына Андрея. Русский Берлин. История в следах. Руссенхаус, его официальное название Мюнтерхаус, сохранился до наших дней, стал музеем, где выставлены картины членов объединения. Он привлекает сегодня множество туристов. Против этого местные жители не возражают. Географическими следами синего всадника в Мюнхене можно назвать имена трех улиц. Кандинские штрассы, Явленские штрассы, в районе Зольн и Марианны фон Веревкин век недалеко от пинокотеки Модерна. Последняя обязана своим наименованием Татьяна Лукиной, которая, как говорится, пробила этот вопрос у городских властей. В городе около десятка улиц, названных женскими именами. Все они особы Королевского Баварского дома. И среди них художница из России. Русская Германия. История в следах.